Глава государства определил повышение энергоэффективности стратегическим трендом в национальной экономике. Обсуждаемая программа призвана стать ключевым инструментом реализации государственной политики энергосбережения. Необходимо отметить, что в последние годы правительством в целом и Министерством индустрии новых технологий в частности проделана большая работа по внедрению энергосбережения. Создается нормативная база, реализуются отраслевые региональные программы. В Министерстве индустрии новых технологий при разработке проекта программы активно привлекался неправительственный сектор, ассоциации, союзы и другие объединения бизнес-структур. Подготовлен проект меморандума между Министерством индустрии и Национальной палатой ЖКХ по созданию общественного совета по мониторингу программы энергосбережения. Значительная роль в программе отводится отраслям строительства ЖКХ, потребляя около 40% всего производимого в стране тепла и порядка 22% электроэнергии. Жилищно-коммунальное хозяйство обладает большим потенциалом повышения энергоэффективности. Но при этом и само ЖКХ нуждается в системном реформировании, комплексном решении проблем. Для этого мы полагаем, что целесообразно было бы разработать и принять законы о государственном регулировании ЖКХ и о жилищных отношениях новой редакции. В них необходимо четко прописать ответственности госорганов и собственников квартир, направление и механизмы госрегулирования эксплуатации и содержания жилого фонда, усилить ответственность собственников квартир и расширить перечень их обязанностей, ввести обязательную паспортизацию многоквартирных домов с указанием в паспортах домов, сведения о текущих капитальных ремонтах, технических и энергетических обследованиях, вместо понятия накоплений на ремонт ввести понятие реновационных отчислений, отчислений на реновацию многоквартирных домов, возможно, как дополнительно целевого сбора, предусмотреть субсидирование затрат собственников квартир при проведении капремонта домов на оплату основного долга по кредиту при достижении индикаторов энергосбережения, частичное погашение ставки вознаграждения по кредиту, а также на проведение энергоаудита и технического обследования. Необходима реализация пилотных проектов, например, по строительству энергоэффективных домов. Россия уже строит такие дома в регионах через фонд реформирования ЖКХ и предоставляет квартиры в них социально защищаемым слоям, поскольку в эксплуатации такие дома значительно дешевле. Необходимы научные исследования по повышению энергоэффективности в ЖКХ, причем мы не говорим о фундаментальных на уровне квантовой механики или нанотехнологии исследований. Речь идет об апробации технологий, материалов и изделий с последующей их адаптацией для казахстанских условий. Нужно усилить пропаганду энергосбережений среди всех категорий населения, расширять сеть центров повышения квалификации специалистов по вопросам энергоэффективности и внедрять в систему обязательность сертификации производимых в стране и завозимых из вне строительных материалов и технологий на предметы энергоэффективности. Национальная палата ЖКХ и строительства объединяет отраслевые ассоциации предприятий в сфере ЖКХ и строительства и в качестве аккредитованного учебного центра первым в стране начал обучать специалистов, энергоаудиторов, энергоменеджеров и энергоэкспертов. На сегодня обучено около 100 специалистов. Причем учебный процесс организован в партнерстве с техническими вузами страны с учетом международной практики и опыта Норвегии, Германии и т.д. Кроме того, нацпалата является структурой поддержки инициативы Европейского Союза соглашения мэров городов, которая оказывает содействие казахстанским городам во внедрении системы энергоменеджмента, планировании проекта по энергосбережению, разработке региональных комплексных планов по энергоэффективности. Национальная палата ЖКХ готова оказать содействие, продвижение и пропаганде данной инициативы в городах Казахстана. 14 мая Сергей Мамедшин докладывал о подготовительной работе, которую мы проводили совместно с Акиматом Астаны. Астана подписала соглашение 24 июня. На сегодня инициатива Евросоюза уже поддержана в городах Ахсу Павлодарской области, Лисаковской Коснодарской области и Садпаев Карагандинской области. 15 ноября 2013 года в Стамбуле будет проводиться официальное подписание соглашения мэрами Европы и Центральной Азии, где будут присутствовать и Акимы наших городов. Мы уверены, что совместные усилия государственных органов, общественных объединений, хозяйств, субъектов и граждан позволят добиться поставленной цели по повышению энергоэффективности нашей экономики. В свою очередь мы готовы принять в этом самое активное участие. Спасибо за внимание.